Сможешь, поверните спиной. Получается, у нас здесь есть даже позвоночник. Так смело и современно украсила традиционное белое одеяние для хаджа дизайнер Анита Реймонд-Грей. Рожденная в мусульманской семье в Казахстане уже успела пожить в 11 странах. В Турции девушки выглядят даже ярче других, а в Лондоне, наоборот, хиджабы снимают из-за общественного мнения. В Казани Анита решила доказать, мусульманская одежда может быть другой. И вот в образе бейсболкой кеды. Хотела, наверное, стереть грани между европейскими и какими-то арабскими, мусульманскими канонами в одежде. Белый и черный цвет был выбран не просто так, потому что у нас все заново пишется, да, на белом, черными чернилами. 11 дизайнеров из Татарстана, Дагестана, Турции, Киргизии, Узбекистана и Великобритании. Буркини, платья и костюмы. Все по канонам, но стильно и с фантазией. Сейчас в моде цветочный прит, а цвета сезонов фиолетовый и лиловый. Я слежу за современными трендами и ориентируюсь на свои вкусы. Вот в кепках я шокирована сижу просто. Я думаю, это очень актуально будет и в Казани, для подростков особенно. Но поймут ли, конечно, наши старые поколения. Современная мусульманская одежда далека от стандартной паранжи. И каждой девушке в зале непременно захотелось примерить эти роскошные наряды. Вот такой образ выбрали мы. Блузка по мусульманским канонам, закрывающая шею и запястье, юбка длиной в пол. При этом наряд украшен традиционными татарскими тюльпанами, а волосы скрытые причудливой челмой. Такой вот матур от кутер. Так покреативили казанские дизайнеры Элара Шахи и Гульнара Хамаева. Популярность мусульманской одежды породила целую коллекцию. Года три назад, наверное, это было невозможно, потому что достаточно были у нас короткие луки. Сейчас, наверное, девушка позволяет себе носить длинную одежду не только на свадьбы, на какие-то вечерние варианты, на променады, а уже в обычной жизни. В свою обычную жизнь принести шика могла каждая гостья шоу. Показ завершился ярмаркой. Алина Зинатольна, Рамзель Гарипов, ТНВ «Казань». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова